Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Колесникова Анастасия Викторовна. Я врач клинической лабораторной диагностики МИЦ-онкологии Петрова. Сегодня пройдет первый вебинар из трех, посвященный интерпретации автоматизированного клинического анализа крови. Мы разберем основные показатели, их клиникодиагностическое значение, а также причины возможных ошибок и неточностей, которые могут приводить к изменению этих параметров. В начале следующего года нам предстоит еще два вебинара, посвященных клиническому анализу крови. На втором вебинаре мы разберем дополнительные расширенные параметры клинического анализа крови, которые дают более подробную информацию о состоянии кроветворения. И в третьей части, в последнем вебинаре, мы разберем морфологические особенности клеток при микроскопическом исследовании, при различных патологических состояниях. Видеозапись мероприятия будет выложена завтра в течение дня, здесь же на странице эфира портала Live НИИ-онкологии, где вы сейчас смотрите. Также примерно через месяц записи всех докладов будут размещены на официальном канале МИЦ-онкологии Петрова в YouTube. Так, начнем. В настоящее время для выполнения клинического анализа крови широко используются автоматизированные гематологические анализаторы. Они дифференцируют клетки по размеру, по типу и количеству нуклеиновых кислот, а также дают информацию о внутриклеточном содержимом. Автоматизированный клинический анализ крови позволяет значительно повысить производительность исследований в клинико-диагностических лабораториях, а также дает точные и достоверные результаты исследований. Однако стоит отметить, что какими бы ни были высокотехнологичные приборы, все равно они обладают рядом ограничений, которые связаны в первую очередь с морфологическими особенностями клеток и не позволяют в полной мере заменить микроскопическое исследование, которое на данный момент является золотым стандартом гематологии. Поэтому все патологические образцы подлежат обязательному микроскопическому исследованию. Но если в образце крови нет изменений показателей, гистограммы имеют нормальный вид, анализатор не выдает никаких сигналов и флагов, то мы можем не микроскопировать такие исследования, мы можем полностью довериться результатам, полученные анализатором. Что же такое клинический анализ крови? Клинический анализ крови — это анализ качественных и количественных свойств форменных элементов крови. Он отражает реакцию кровотворных органов на воздействие различных физиологических и патологических факторов, позволяет проводить контроль эффективности терапии и прогнозы течения патологического процесса. В качестве исследуемого материала предпочтительнее использовать венозную кровь. Взятие крови проводится в пробирку с антикоагулянтом ЭДТА. Большинство ошибок и неточностей при работе с гематологическим анализатором связано с нарушением подготовки проб на преаналитическом этапе. Поэтому, прежде чем переходить к интерпретации показателей клинического анализа крови, поговорим об этом этапе. За счет снижения числа ошибок на преаналитическом этапе можно существенно улучшить качество гематологических анализов, снизить количество повторных проб, а также сократить расходы рабочего времени и средств на обследование пациента. Итак, взятие крови проводится натощак. Перед взятием крови должна быть минимальная физическая активность. Не принимать лекарственные препараты непосредственно перед сдачей крови, за исключением, конечно, жизненно важных. Не курить, не употреблять спиртные напитки. Не проводить взятие крови сразу после инфузии, так как это может привести к разбавлению крови и снижению ряда показателей, особенно ретроцитарных. Проводить взятие крови в одних и тех же условиях по возможности, то есть в одно и то же время, желательно утром, и в одном и том же положении, так как, например, при положении сидя и лёжа некоторые параметры будут разниться. При взятии крови венозный жгут следует накладывать не более чем на одну-две минуты, так как это может привести к разрушению клеток, к образованию гемолиза, который в дальнейшем тоже скажется на показателях. Для взятия крови использовать закрытые вакуумные системы с добавлением антикоагулянта. Не допускается проводить взятие крови шприцом без антикоагулянта с дальнейшим переливанием крови в пробирку, так как это может приводить к образованию микросгустков и гемолизу. Также нельзя переливать кровь из одной пробирки в другую, особенно если эти пробирки предназначены для разных исследований. Для дезинфекции места пункции использовать безворсовые салфетки. И необходимо дожидаться полного высыхания спиртового антисептика, так как избыток спирта может также приводить к гемолизу. Будут снижаться показатели числа ретроцитов, гематокрит и другие. Проводить взятие крови в достаточном объеме, сохраняя правильное соотношение крови к антикоагулянтам. Это очень важно, так как, например, при недостаточном количестве крови будет образовываться сгустки, кровь будет сворачиваться. При избыточном количестве крови клетки крови будут разбухать, что в дальнейшем будет искажать параметры, характеризующие объем. После взятия крови пробирку тщательно перемешать, плавными движениями не встряхивать, чтобы не произошло разрушение клеток. Оптимальное время проведения анализа – это в течение 1-2 часов после взятия биоматериала, и желательно не больше 6 часов, так как начинается изменение и разрушение клеток. Например, тромбоциты, как наиболее чувствительная фракция, уже через 2-4 часа при комнатной температуре начинают увеличиваться в размерах, что в дальнейшем скажется на тромбоцитарных индексах. А через 6 часов начинается медленный лидий с эритроцитов. Если нет возможности провести анализ в течение 6 часов, то пробирки с кровью необходимо хранить в холодильнике при температуре 4-8 градусов, но не более 24 часов, так как это также приведет к разрушению клеток и изменению их объемов. Перед использованием крови, которая хранилась в холодильнике, ее необходимо согреть до комнатной температуры, чтобы избежать холодовую глютинацию. И образцы в крови ни в коем случае не замораживать, так как произойдет разрушение всех клеток, и исследовать нам, к сожалению, будет нечего. Соблюдение этих правил поможет снизить количество ошибок и обеспечит получение более достоверных результатов. Современные гематологические анализаторы измеряют множество показателей, характеризующие эритроцитарное, лейкоцитарное, тромбоцитарное звенья. Основные показатели, о которых пойдет сегодня речь, представлены на слайде. Начнем с показателей эритроцитарного звена. И первый показатель – это количество эритроцитов. Причинами эритроцитопении могут быть кровопотери, нарушение гемопоэза при апластических немех, например, повышенный гемолиз эритроцитов, заболевания печени и почек, дефицит гемопоэтических факторов, железа, витамина В12. Также может наблюдаться при увеличении ОЦК при таких состояниях беременность, гиперпротеинемия, гипергитратация. Эритроцитопения часто сопровождается неэффективным эритропоэзом, но не всегда. Эритроцитоз может быть первичным и вторичным. Первичный эритроцитоз наблюдается при таком заболевании, как истинная полицитемия. Это заболевание, при котором субстратом опухоли являются в основном зрелые эритроциты. И вторичный эритроцитоз может быть реактивный и симптоматический, может носить абсолютный и относительный характер. Абсолютный эритроцитоз развивается в ответ на тканевую гипоксию, при избыточной продукции эритропоэтина, при избытке гормонов, таких как андрогены, андренокротикостероиды и других. Относительный эритроцитоз развивается вследствие гемоконцентрации, когда происходит снижение ОЦК, например, вследствие рвоты, диареи или приема диуретиков. Также к вторичным эритроцитозам можно отнести физиологический эритроцитоз новорожденных. Причины возможных ошибок и неточностей, как мы уже сказали, могут быть нарушения на преналитическом этапе, но также это может быть связано с наличием некоторых особенностей в исследованном пробе. Так, например, к ложному повышению результатов числа эритроцитов может приводить наличие в пробе гигантских тромбоцитов и наличие криоглобулинов. К ложному снижению будет приводить аглютинация эритроцитов внутри сосудистых гемолиз, а также выраженные микроцитозы эритроцитов. В этом случае микроциты будут просчитываться анализатором как тромбоциты. Следующий показатель — это гемоглобин. Это основной компонент эритроцитов. Представляет собой сложный белок, состоящий из гемо- и белка глобина. Снижение концентрации гемоглобина может быть при анемии различной теорологии, причем выраженность снижения концентрации будет различна при разных анемиях. В результате острой кровопотери и также в результате гемодилюции, то есть повышения объема плазмы. Повышение концентрации гемоглобина можно наблюдать при симптоматических, наследственных эритроцитозах, при эритремии и гемоконцентрации. Причинам возможных ошибок также служат нарушения на пренолитическом этапе. К ложному завышению приводит высокий эритроцитоз в пробе, агглюцинация эритроцитов, уремия, гиперлипопротенемия, гипербилирубинемия будут приводить к изменению цвета пробок и к увеличению параметров. Также к увеличению будет приводить гемолиз. К ложному занижению результатов наличие микросгустков в пробе. Довольно наглядный пример из практики, показывающий влияние пренолитических факторов на ложные изменения ряда показателей. Женщина с 73 года, первые сутки после хирургического вмешательства, при оценке анализа крови обратила на себя внимание снижение ряда показателей, особенно резкое снижение гемоглобина практически на 30 единиц. Первое, о чем может подумать врач-клиницист, это о развитии у пациентки острого кровотечения. Но при обсуждении результата анализа с лечащим врачом удалось выяснить, что клинических данных за кровотечение у пациентки нет. Подсказка для врача клинической оборудованной диагностики послужило также резкое снижение числа тромбоцитов. Было проведено микроскопическое исследование образца крови, и там было обнаружено наличие микросгузков. Провели повторное взятие в пробы, и уже в повторной пробе показатели отличались. Причинами образования микросгузков могли послужить нарушения на преналитическом этапе, такие как нарушения при взятии крови, недостаточное перемешивание крови с антикогулянтом и другие. Этот пример также показывает важное взаимодействие врачей-клиницистов и лабораторий для получения достоверной информации о состоянии пациентов. Поэтому еще раз хотелось бы сказать, что если у вас есть какие-то вопросы, вы можете всегда обратиться к врачам в лабораторию. Мы всегда поможем и подскажем возможные причины, которые могли привести к этому. Следующий показатель — это гематокрит. Гематокрит — это процентное содержание форменных элементов в крови в ее общем объеме. К повышению гематокрита приводит эритремия, наблюдается, точнее, при эритремии, при симптоматических и наследственных эритроцитозах, при избыточной продукции эритропоэтина и при гемоконцентрации. Снижение наблюдается при анемиях различной идеологии и при гемодилюции. Причины возможных ошибок к ложному завышению приводят наличие крупных тромбоцитов, криоглобалинемии, высокого ликоцитоза, гипергликемии. К ложному занижению наличие выраженного микроцитоза эритроцитов и агглюцинация. Следующий показатель – это средний объем эритроцита. Этот расчетный показатель вычисляется по формуле как отношение гематокрита к количеству эритроцитов. Снижение этого показателя ниже порогового значения наблюдается при железодефицитной анемии, при талосемии, в злокачественных ополях, опухолях гемоглобинопатиях и других патологиях. Макроцитоз – это повышение высшего порогового значения, часто бывает при меглобластных, апластических анемиях, анемиях при ликозах и на фоне лечения цитостатиками. Хотелось бы обратить внимание, что это средний показатель объема всей популяции. Анализатор регистрирует усредненное значение, и поэтому при выраженном макро- и микроцитозе или при наличии шизоцитов в пробе этот показатель часто остается в пределах нормы. Ложное увеличение среднего объема ретроцита приводит к агглютинации ретроцитов, хролл с высоким лимфоцитозом, в этом случае малые лимфоциты будут просчитываться анализатором как макроциты. Диабетический кетоацидоз, в результате которого происходит разбухание клеток, то есть увеличение их объема. К ложному занижению приводит наличие гигантских тромбоцитов, фрагментация ретроцитов при механическом гемолизе, ДВС-синдроме и при криоглобулинемии. Следующий показатель среднее содержание гемоглобина в ретроците. Он характеризует среднее содержание гемоглобина в отдельном ретроците. Это также расчетный показатель, рассчитывается по форму. Изменение среднего содержания гемоглобина в ретроците лежит в основе классификации НИМИ на ГИПО, НОРМА и ГИПЕРХРОМНЫ. Клиническая оценка этого показателя проводится всегда в комплексе с другими ретроцитарными индексами. К причинам ложного снижения и завышения результатов для расчетных параметров служат все те причины, которые приводят к завышению или снижению показателей, из которых они рассчитываются. На слайде представлена классификация НИМИ в зависимости от показателей среднего объема ретроцита и среднего содержания гемоглобина в ретроците. При одновременном снижении этих показателей будет микроцитарная гипохромная анемия, дармоцитарная дармохромная анемия, если эти показатели в пределах нормы, макроцитарная гиперхромная при увеличении показателей выше реферитных значений. Подробно останавливаться на анемиях мы сегодня не будем. Переходим к следующему расчетному показателю. Это средняя концентрация гемоглобина в ретроците. Он вычисляется по формуле и отражает насыщение ретроциты гемоглобина. Он не зависит от клеточного объема и является чувствительным тестом при нарушении гемоглобина образования. Снижение этого показателя наблюдается при заболеваниях, связанных с нарушением синтеза гемоглобина. Сопровождается железодефицитная сидиробластная анемия, талосемия и анемия при онкологических заболеваниях и других состояниях. Повышение предельных значений встречается крайне редко. Так или иначе можно встретить при холодовой глюцинации и микросферуцитоза. И в КЛД его используют как показатель контроля качества. следующий показатель хотелось бы еще вернуться к предыдущему слайду и сделать акцент, что врач клинической лабораторной диагностики оценивает следующий показатель это показатель гетерогенности ретроцитов по объему. Он отражает различия ретроцитов в объеме и характеризует степень анизоцитоза. Если это показатель в пределе нормы, это говорит о наличии в пробе крови гомогенной по размеру популяции. При повышении нормы присутствия в крови смешанной популяции часто можно встретить при макроцитарных анемиях, при МДС, метастазах опухоли, костный мозг и другие. Как правило, врач клинической лабораторной диагностики оценивает этот параметр параллельно с анализом ретроцитарной гистограммы и морфологическим исследованием мазка крови и в заключении указывает степень анизоцитоза и клетки каких размеров преобладают. Различают RDW-CV и RDV-WSD. RDV-CV это относительная ширина распределения ретроцитов по объему, показывает насколько объем ретроцитов отклоняется от среднего значения. Он напрямую зависит от значения среднего объема ретроцитов, поэтому если большинство клеток популяции будут одного размера, например, маленькие, как при микроцитозе, то этот показатель останется в пределах нормы. Он менее чувствителен к присутствию небольшой популяции микроцитов, макроцитов или ретикулоцитов, но лучше отражает общее изменение в размере эритроцитов при макроцитарной или микроцитарной анемиях. RDWSD отражает разницу между максимальным и минимальным объемом клеток эритроцитов в исследуемом образце. Он не зависит от среднего объема эритроциты и представляет собой прямое измерение ширины эритроцитарной гистограммы на уровне 20% пика кривой. Он является более чувствительным показателем при появлении популяции эритроцитов небольшого количества макроцитов и микроцитов. Переходим к показателям ликоцитарного звена. Первый показатель это количество ликоцитов. О состоянии ликопоэза иммунной системе судят по количеству ликоцитов, изменению их соотношения в ликоцитарной формуле и появлению дегенеративных изменений в клетках. Оценка ликоцитарного звена происходит после полного лизиса эритроцитов. Количество ликоцитов измеряется в абсолютных и в относительных числах. Наиболее клиникодиагностическое значение имеет изменения именно в абсолютных числах. Ликопения является показателем депрессии костно-мозгового нейтропоэза, тяжести патологического процесса, низкой реактивности организма. Нарастание ликоцитоза чаще всего говорит о прогрессировании процесса, особенно для заболеваний, которые обычно протекают с лейкопенией. К ложному завышению приводит наличие в пробе нормобластов. Нормобласты воспринимаются анализатором как ликоциты, и в этом случае должна проводиться обязательно коррекция истинного числа ликоцитов. Современный анализатор делает это самостоятельно, но если такая функция не предусмотрена, то перерасчет, корректировку делает непосредственно врач. Также к ложному завышению будет приводить устойчивая к лизису эритроциты, агрегаты тромбоциты, наличие акриоглобулинов. К ложному занижению приводит разрушение клеток в пределительном хранении, грубом перемешивании, все то, что мы с вами обсуждали ранее. Также наличие хрупких, легко разрушающихся клеток при ликозах и тяжелых интоксикациях. Увеличение или снижение количества ликоцитов интерпретируется соответственно клиническому случаю, параллельно с анализом изменений в ликоцитарной формуле. В связи с тем, что ликоциты это гетерогенная группа клеток, анализ крови предусматривает крови, кроме определения абсолютного количества ликоцитов, их дифференцированный подсчет, лейкоформулу в процентах на 100 клеток и в абсолютных числах. В зависимости от класса гемоанализатора гемоанализатора они подразделяют ликоциты на три популяции, это три диффанализаторы, на нитрофилы, лимфоциты и средние клетки, к которым относятся моноциты, зенофилы, базофилы и плазматические клетки. И современные опять диффанализаторы, которые разделяют ликоциты на пять популяций нитрофилы, лимфоциты, моноциты, изенофилы и базофилы. Точная дифференцировка лейкоцитов на отдельной популяции с выделением морфологических изменений в клетках возможно только при микроскопическом исследовании окрашенных мазков. Автоматизированный подсчет с дифференциацией лимфоцитов следует рассматривать как скрининг, и все патологические образцы обязательно должны быть исследованы врачом-морфологом. Более подробно мы будем говорить об этом на следующих предстоящих вебинарах. Первая популяция лейкоцитов — это нейтрофила. Она является наиболее многочисленной, и все количество изменений лейкоцитов в основном происходят за счет именно нейтрофилов. Количество нейтрофилов в крови определяется продукцией в костном мозге, так называемый истинный нейтрофилез, мобилизацией клеток из депо костного мозга, распределением между краевым и циркулируемым щепулом, скоростью выхода из сосудов ткани и потреблением в тканях. В норме периферической крови содержатся зрелые сегменты ядерные нейтрофилы. Большинство анализаторов не разделяют нейтрофилы по степени зрелости, но некоторые могут выдавать так называемые флаги о наличии палочкоядерных нейтрофилов, а также незрелых гранулоцитов. Более подробно об этих флагах мы также будем разговаривать в последующих вебинарах. Нейтрофилез может быть в результате перехода лейкоцитов из кровевого циркулирующего пола без участия костного мозга. Как правило, он имеет кратковременный характер. Может наблюдаться при большой физической нагрузке, при переедании, эмоциональном напряжении и других состояниях. Истинный нейтрофилез вызван повышением продукции нейтрофилом в костном мозге. Он может носить реактивный и опухолевый характер. Реактивный нейтрофилез происходит в ответ на инфекционный, септический, гнойно-воспалительный, токсические процессы. Также наблюдается при гемолизе, после кровотечения, после оперативных вмешательств и при приеме глюкокортикостероидов. Опухолев наблюдается при ликозной пролиферации в костный мозг. Нейтропения также может быть перераспределительная. Она чаще носит относительный характер. И истинная. Причины истинной нейтропении могут быть разные. Первая причина – это нарушение образования нейтрофила в костном мозге. Может наблюдаться при некоторых вирусных инфекциях, таких как гепатит, ВИЧ, при бактериальных инфекциях, при острых ликозах, метастатическом поражении в костный мозг, а пластической анемии, прием цитостатиков и поддействие иммунизирующего излучения. Может быть в результате повышенного потребления или разрушения нейтрофилов при аутоиммунных заболеваниях, постранфузионной нейтропении, часто при тяжелом сепсисе, инфекциях и может носить наследственный характер. Следующая популяция – это лимфоциты. Реактивный лимфоцитоз может быть в результате действия вирусных агентов, например, при таких вирусных инфекциях, как инфекционный мононуклеоз, вирусный гепатит, ВИЧ и других, при бактериальных инфекциях, туберкулез, сифилис, при аутоиммунных нейтропениях и другие. И опухоли, и при, может быть, опухоли лимфоцитоз, при лимфопролиферативных заболеваниях. Здесь особое значение имеет морфологическое изменение, морфологические особенности клеток. Поэтому все образцы крови при наличии абсолютного лимфоцитоза должны быть обязательно промикроскопированы. Абсолютная лимфопения при вторичных иммунодефицитах, при панцитопении, лимфогранулематозе, тяжелых вирусных инфекциях, при лучевой терапии и лечении цитостатическими препаратами. Выраженная лимфоцитопения при гнойных и септических заболеваниях часто является неблагоприятным признаком. Моноциты. Реактивный моноцитоз при инфекциях вирусных, грибковых, протозойных, при хронических инфекциях, сопровождающихся образованием гранулем, таких как туберкулез, сифилис, при системных заболеваниях, в период выздоровления после острых инфекций и в постоперационном периоде. И также может носить опухолевый характер. Также очень важно, важное значение имеет увеличение именно абсолютного числа моноцитов, так как часто при ликозах бластные клетки просчитываются анализатором именно как моноциты. И чтобы не пропустить ликоз, обязательно такие пробы должны быть тоже осмотрены врачом-морфологом. Моноцитопения встречается чаще всего при гипоплазии и кроветворении, при острых ликозах и тяжелом сепсисе. Изенофилия бывает при паразитарных инвазиях, при опухолевых прольферациях, при гиперзенофильном синдроме, лимфогранулематозе, острых и хронических ликозах и других состояниях, при сенсибилизации, в ответ на лекарственную аллергию, при бронхиальной астме, при иммунодефицитах, при патологии соединительной ткани, при инфекциях и при интерстициальных и других заболеваниях легких, таких как сарковидоз, эзенофильный плеврит и другие. Стойкая эзенофилия является признаком депрессии костного мозга, часто встречается при апластических анемиях. Эзенопения часто наблюдается при сепсисе, ожогах, травмах, постхирургических мешательств и тяжелых интоксикациях. Эзенопения соответствует началу воспаления, а восстановление количества эзенофилов или эзенофилия сопровождает начало выздоровления. Безофилия наблюдается при острых ликозах, хроническом миелоликозе, эритремии, лимфогранулематозе, эндокринных нарушениях, аллергических состояниях и других. Безофилия при тиреотоксикозе, острых инфекциях, длительной лучевой терапии и при других. Переходим к параметрам, характеризующих тромбоцитарное звено. Первый показатель – это количество тромбоцитов. Следует отметить, что автоматизированный подсчет количества тромбоцитов считается наиболее точным, чем мануальный подсчет. Например, подсчет тромбоцитов по фоню. Так как большинство анализаторов может подсчитывать тромбоциты тремя разными способами. А при мануальном подсчете очень большой коэффициент ошибок, который можно допустить. тромбоцитоз может быть первичный и вторичный. Первичный тромбоцитоз развивается в результате первичной пролиферации мегакариоцитов, возникающих в результате миелодной метаплазии костного мозга. Наблюдается при эритремии, ХМЛ и других состояниях, при метастазировании злокачественных опухолей в костный мозг и других патологиях. Вторичный тромбоцитоз часто на фоне острых инфекций, острых и хронических воспалительных процессов, таких как ревматизм, ревматоидный артрит, цирроз, печени, после острых кровопотерь, гемолитических кризов и послеоперационный период. Истинная тромбоцитопения при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре, апластических анемиях, меглобластной анемии, вследствие поражения костного мозга инфекционными возбудителями, при метастазировании злокачественных опухолях, часто можно встретить при ликозах, при циррозе печени, после милосупрессивной химиотерапии, и при других состояниях. Причины возможных ошибок, те же нарушения на преналитическом этапе, которые мы подробно разобрали, к ложному завышению может привести наличие в пробе микроцитов, шизоцитов, они все будут подсчитываться как тромбоцит, и к ложному занижению приводит наличие в пробе агрегации тромбоцитов, тромбоцитарный сатилизм, то есть когда тромбоциты прилипают к нитрофилам. Наличие гигантских тромбоцитов, агглюцинация ретроцитов и гипертромбоцитоз. Пример ложной тромбоцитопении из практики. Пациентка, 31 год, онкогематологическое отделение, обратила на себя внимание резкое снижение числа тромбоцитов. Прежде всего мы должны исключить ложную тромбоцитопению. Для этого проводится микроскопия мазка на предмет наличия агрегации тромбоцитов или других объективных причин, которые могли привести к ложному занижению числа тромбоцитов. Действительно, при просмотре мазка крови во всех полях зрениях отмечалось небольшое число тромбоцитов. Если его подсчитывать мануальным методом, то действительно число тромбоцитов было бы снижено. Но при обзорной микроскопии в области метелочки препарата наблюдалась выраженная агрегация тромбоцитов. Анализатор также выдал флаг о наличии тромбоцитарных сгустков. Поэтому, несмотря на то, что автоматизированный подсчет тромбоцитов считается очень точным методом, при наличии тромбоцитопении или при наличии флагов с анализаторов все пробы с тромбоцитопении обязательно просматриваются врачом-морфологом. Если в пробе нет тромбоцитопении, нет никаких флагов, тромбоцитарные гистограммы имеют нормальный вид, то мы смело можем доверять результатам, полученным при измерении гематологическим анализатором и не перепроверять. Следующий показатель – это тромбокрит. Он характеризует процент тромбоцитарной массы в объеме крови. Часто повышение тромбокрита наблюдается при свидетельствует о риске тромбозов, снижении, о риске кровотечений. Это более чувствительный показатель для оценки риска возникновения кровотечений, чем число тромбоцитов. Следующий показатель – это средний объем тромбоцита. Он коррелирует с возрастом тромбоцита, отражает активность тромбоцитопеза. Увеличение объема наблюдается при идиопатической тромбоцитопенической пурпури, при милопролиферативных заболеваниях, при прогрессировании ХМЛ, тромбоцитопениев следствия цирроза печени, у пациентов с тяжелым сепсисом, а также при увеличении числа молодых форм после кровотечений. Уменьшение объема характерно для наследственных заболеваний при неспецифическом язвенном колите и при других патологиях. Последний показатель, который мы разберем сегодня, это ширина распределения тромбоцитов по объему. Он аналогичен такому же показателю эритроцитарному. Он отражает гетерогенность популяции тромбоцитов по размеру, то есть отражает, характеризует степень анизоцитоза. Интерпретация этого показателя не проводится изолированно, только в совокупности с другими тромбоцитарными индексами. Так, например, одновременное увеличение ширины распределения тромбоцитов по объему и среднего объема тромбоцитов говорит нам об усилении тромбоцита по ЭЗА и о преобладании макротромбоцитов в пробе. При повышении ширины распределения тромбоцитов по объему и снижении объема тромбоцитов в пробе преобладают микротромбоциты, что может свидетельствовать об угнетении тромбоцита по ЭЗА. При увеличении показателя ширины распределения тромбоцитов по объему при нормальном значении среднего объема крови можно сделать вывод, что в пробе смешанная популяция по размеру тромбоцитов. Увеличение ширины распределения тромбоцитов по объему наблюдается при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре, милопролиферативных заболеваниях, а уменьшение часто сопровождает железодефицитные анемии. Таким образом, это были все основные показатели автоматизированного клинического анализа крови. Таким образом, хочется еще рассказать, что клинический анализ крови имеет важное клиникодиагностическое значение. Все параметры должны быть интерпретированы в совокупности друг с другом и в соответствии с клиническим случаем. Поставить диагноз только по изменению в клиническом анализе крови нельзя, за исключением ликозов. Исследование крови в динамике позволяет врачу-клиницисту вовремя оценить состояние пациента, оценить риск прогрессирования процесса и дает возможность предупредить возникновение осложнений. На этом все. Ответим на вопросы. Здравствуйте. У пациента в анамнезе указана ДТА-зависимая агрегация тромбоцитов. Как правильно необходимо провести клинический анализ крови, чтобы получить достоверное число тромбоцитов? Спасибо. Вопрос задает Полина Юрьевна. Полина Юрьевна, большое спасибо за вопрос. Это действительно очень важный, имеет очень важное диагностическое значение, очень распространенная причина ложного тромбоцита пении. При подозрении на наличие у пациента ложной тромбоциты пении в результате ДТА-зависимой агрегации тромбоцитов необходимо провести забор крови одновременно в две пробирки. В обычную, привычную пробирку с антикоагулянтом ЭДТА и в пробирку с цитратом натрия. Чтобы сравнить число тромбоцитов, в пробирке с цитратом натрия мы оцениваем только тромбоцитарные показатели, так как другие показатели могут несколько искажаться. Поэтому очень важно именно две пробирки, чтобы получить достоверную информацию о эритроцитарных, ликоцитарных звеньях и так далее. Если при микроскопии крови с цитратом натрия не были обнаружены агрегаты и число тромбоцитов было в пределах нормы, это подтверждает ДТА-зависимую агрегацию у пациентов. Спасибо большое за внимание. До встречи на следующих вебинарах.